Пароход шедший из Одессы в Крым остановился ночью перед Евпаторией. На пароходе возле него образовался сущий ад. Грохотали лебедки, яростно кричали и те, что принимали груз, и те, что подавали его снизу, из огромной баржи, с криком, с дракой осаждали пассажирский трап, и как на приступ с непонятной бешеной поспешности лезла вверх со своими пожитками восточная червь. Очень прямой, с прямыми плечами, господин, поднявшийся на палубу в числе последних, подал возле рубки первого класса свой билет Исаак Лакею и, узнав, что мест в каюте нет, прошел на корму. Тут было темно, стояло несколько полотняных кресел, и только в одном из них чернела фигура полулежащего под пледом человека. Новый пассажир выбрал себе кресло в нескольких шагах от него. Кресло было низкое, и когда он сел, парусина натянулась и образовала очень удобный и приятный пункт. Можно было подумать, что оба пассажира спят. Так неподвижно лежали они в своих креслах. Но нет, они не спали. Они пристально смотрели сквозь сумрак друг на друга. И, наконец, первый, тот, у которого ноги были покрыты пледом, просто и спокойно спросил. «Вы тоже в Крым?» И второй, с прямыми плечами, не спеша ответил ему тем же тоном. «Да, в Крым и дальше. Побуду в Олубке, потом в Гагры». «Я вас сразу узнал», – сказал первый. «Я вас узнал и тоже сразу», – ответил второй. «Очень странная и неожиданная встреча. Как нельзя более. Собственно, я не то что узнал вас, а у меня как будто уже заранее таилось такое чувство, что вы почему-то должны появиться. Так что и узнавать было не нужно. Совершенно то же самое испытал и я. Да, очень странно. Как тут не сказать, что в жизни все-таки бывают минуты, ну, необыкновенные, что ли. Жизнь, может быть, не так уж проста, как кажется». И собеседники немного помолчали. Потом снова заговорили. «Сколько мы с вами не виделись? Двадцать три года?» – спросил первый пассажир, тот, что лежал под пледом. «Да, почти так», – ответил второй. «Осенью будет ровно двадцать три. Нам с вами это очень легко подсчитать. Почти четверть века». «Большой срок, целая жизнь. То есть я хочу сказать, что обе наши жизни почти уже кончены». «Да, да. И что же? Разве нам страшно, что кончены?» «Конечно, нет. Почти ничуть. Ведь это все в раке, когда мы говорим себе, что страшно. То есть когда мы стараемся пугаться, что вот, мол, жизнь прожитая, и через каких-нибудь десять лет придется лежать в могиле. А ведь подумайте, в могиле – не шуточная вещь». «Совершенно верно. И я даже гораздо больше скажу. Вы ведь знаете, вероятно, как я, что называется, знаменит в медицинском мире. А что ваш покорный слуга тоже прославился вам известным? Ну, разумеется. Можно сказать, ваш поклонник, усердный читатель», – сказал второй. «Да, да. Две знаменитости. Ну, так что вы хотели сказать? А то, что благодаря своей знаменитости, то есть некоторым знаниям, не бог весь какой мудрости, но все-таки довольно основательным, я знаю почти безошибочно, что жить мне осталось даже и не десять лет, а несколько месяцев. Ну, самое большее – год. У меня достоверно установленная и мною самим, и со товарищами по ремеслу смертельная болезнь. И уверяю вас, я все-таки живу почти, как ни в чем не бывало. То бы меня дурачили, обманывали. Что вы, батенька, мы еще повоюем, черт возьми. А тут как обманешь, как соврешь. Глупо и неловко. И опять оба помолчали. Потом вынули портсигары, закурили. И ведь заметьте, – сказал первый тот, что лежал под пледом, – мы ведь с вами ничуть не рисуемся, ничуть не играем сейчас ни друг перед другом, ни перед воображаемым слушателем. И это тем более любопытно, что ведь надо прибавить к нашему идиотскому бесчувствию еще всю особенность наших с вами отношений. Мы ведь с вами ужасно тесно связаны. То есть, точнее говоря, должны были бы быть связаны. Еще бы, – ответил второй. Какой ужас, в сущности, причинил я вам. Воображаю, что вы пережили. Да, и даже гораздо больше, чем вы можете вообразить. И вообще-то это ужасно, весь тот кошмар, который переживает мужчина, любовник, муж, которого отняли, отбили жену, и который по целым дням и ночам почти беспрерывно, ежеминутно корчится от мук самолюбия, страшно привнивых представлений о том счастье, которое испытывает его соперник. А ведь я, к тому же, не совсем обычный человек. Особь с повышенной чувствительностью, с повышенным воображением. Вот тут и представьте, что я пережил в течение целых годов. Неужели годов? Уверяю вас, что не менее трех лет. Да и потом еще долго одна мысль о вас и о ней, о вашей с ней близости обжигала меня точно каленым железом? Да оно и понятно. Ну, отбил человек, например, невесту. Это еще туда-сюда, но любовницу, или, как в нашем случае, жену. Ту, с которой ты, извините за прямоту, спал. Все особенности тела и души, которые знаешь, как свои пять пальцев. Подумайте, какой тут простор ревнивому воображению. Как перенести обладание ею другим? Все это просто выше человеческих сил. Из-за чего же я чуть не спился? Из-за чего же надорвал здоровье, волю? Из-за чего же потерял пору самого яркого расцвета сил, таланта? Вы меня, говоря, без всякого преувеличения, просто пополам переломили. Я сросся, конечно. Да что толку? Прежнего меня все равно уже не было. Да и не могло быть. Ну и что же вы чувствуете ко мне теперь? Спросил господин с прямыми плечами. Злобу, отвращение, жажду мести. Представьте себе, ровно ничего. Несмотря на всю, вышеприведенную тираду, ровно ничего. Ужас, ужас. Вот тебе и вспомнила душа моя. Да ведь вы это хорошо знаете сами. То есть то, что я ничего не чувствую. Иначе бы не спросили. Вы правы. Знаю. Это тоже очень страшно. А нам все-таки не страшно. Сплошной ужас. Совсем не страшно. Да. В сущности ничуть. Говорят, прошлое, прошлое. А все вздор. Никакого прошлого у людей, строго говоря, нет. Так только. Слабый отзвук какого-то всего того, чем жил когда-то. И собеседники еще раз помолчали. Пароход дрожал, шел. Мерно возникал истихал мягкий шум сонной волны, проносившийся вдоль борта. Потом пассажир с прямыми плечами спросил. Ну а скажите, что вы чувствовали, когда узнали о ее смерти? Тоже ничего? Да. Почти ничего, ответил пассажир под пледом. Больше всего некоторые удивления своему бесчувствию. Развернул утром газету, слегка ударила в глаза, волею Божию такая-то, с непривычки очень странно видеть имя знакомого, близкого в этой черной раме. Но на этом роковом месте газета, напечатанная торжественно крупным шрифтом. Затем постарался загрустить. Да, мол, и это та самая, которая... Но... Из равнодушных уст я слышал смерти весть, и равнодушно я внимал ей. даже и грусти не вышло. Так только слабая жалость какая-то. А ведь это была та самая, которую вспомнила душа моя. Была моя первая и такая жестокая многолетняя любовь. Я узнал ее в пор ее наивысшей прелести невинности. И ведь это мне первому в какой-то божественном блаженстве и ужасе отдала она истинно все, что даровал ей Бог. И ведь это ее девичье тело, то есть самое прекрасное, что есть в мире, истинно миллионы раз целовал я в таком иступлении, равного которому не было во всей моей жизни. Но вот прошло двадцать лет, и я тупо смотрю на ее имя в траурной рамке, тупо представляю себе ее в гробу. Представление неприятное, но и только. Уверяю вас, что только. Да и вы теперь, конечно, разве вы теперь что-нибудь чувствуете? Я? Да нет, что ж, скрывать, конечно, почти ничего. Но знаете что, внезапно сказал первый, как бочнувшись, знаете, что главное? это то, что я никак не мог связать ее умершую с той, другой, о которой я вам только что говорил. Ну, никак, совершенно никак. Та, другая, была совсем особа, и сказать, что я ровно ничего не чувствовал к ней, к той, другой, ложь, так, что я не точно говорил, совсем не то и не так. второй подумал, ну и что же, спросил он, а то, что почти весь наш разговор идет на смарку. Равнина открытого моря почти черным кругом лежала под легким и светлым куполом ночного неба, и затерянный в этой круглой чернеющей равнины маленький пароход тупо и неуклонно держал свой путь, и без конца тянулась за ним цонно-кипящая бледно-млечная дорога, туда, вдаль, где ночное небо сливалось с морем, где горизонт в силу противоположности с этой млечностью казался темным, печальным, и крутилась, крутилась бичева лага, и печально, и таинственно что-то отмечал, отсекал порою тонкий звон. Зинь, 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 помолчав еще некоторое время, собеседники негромко и просто сказали друг другу покойной ночи, покойной ночи. ночи, ночи,